Доброе утро, дорогие мои садоводы! Осенью природа готовится ко сну. И, конечно же, наши растения тоже хотят хорошо перезимовать. А чтобы помочь нашим растениям, особенно таким хрупким, нежным, как розы, мы должны с вами позаботиться о них. Итак, что нам нужно сделать осенью? Конечно же, помочь розам подготовиться к зимовке в виде обрезки, укрытия. Давайте с вами разберемся, что нужно сделать сейчас с розами. Многие начинают задавать вопросы и нервничают. Ну, у меня же розы еще цветут. Как нам быть? Да, очень жаль, но резать эту красоту все равно придется. А вот насколько обрезать, мы должны с вами четко понимать, какая это группа роз. Я вам сейчас напомню. Самая первая группа роз – это розы миниатюрные. Это маленькие такие неженкие красотки, которые бывают высотой 30-40 см, максимум до 50 см. Растут обильно кустиком. Вот с ними самые беспроблемные эти розы, с ними минимальные нужны совершенно затраты для садовода. Верхнюю часть, то, что отцвело, нужно, конечно, удалить. А дальше можно просто прикрыть их обычным холмиком из торфа или из почвы грунта, который у вас есть. И на этом все. Розы вам скажут спасибо. Вторая группа роз тоже беспроблемных. Это розы почвопокровные. Они еще не так распространены у наших садоводов, но, тем не менее, уже пользуются спросом третий год. Так вот эту розу совершенно не нужно укрывать. Она прекрасно зимует без укрытия. Весной нужно вырезать просто те веточки, которые засохли, или те, которые подвымерзли. И все. И тогда роза у вас будет свести опять хорошо и качественно. Следующая группа роз – это розы чайно-гибридные. Розы эти требуют сильной обрезки. Поэтому, если вы будете высаживать вот такие чайно-гибридные розы, то обрезать ее можно, оставив снизу буквально 20-30 см. И укрыть ее также нужно торфом засыпать. Это практически для всех групп роз подходит. Либо торфом, только не низинным. Он должен быть либо нейтральным, либо верховым. Следующая группа роз – это розы флорибунда. Они тоже требуют сильной обрезки, поэтому резать их можете смело. Одно непременное условие – когда вы будете делать обрезку всех роз и всех групп, независимо от того, к какой группе они относятся, обрезку нужно делать всегда на внешнюю почку. Вот я вам хочу показать на примере этого растения. Если вы будете делать низкую обрезку на уровне вот этой веточки, допустим, какая идет внутрь, то это будет не очень хорошо, потому что куст будет загущаться, новые побеги пойдут внутрь, и красоты не будет. Мы должны с вами делать обрезку вот на внешнюю сторону. Вот здесь мы делаем срез вверху, и у нас тогда веточки пойдут расти в эту сторону. Они не будут загущать куст, он будет хорошим, опрятным и нарядным. Если кусты у вас уже очень большие, комфортные, то место среза нужно обязательно замазывать садовым паром, либо специальным бальзамом. Следующая группа роз – это розы парковые. Эти розы можно обрезать здесь уже по вашему усмотрению. Для того, чтобы сохранить высокий, хороший куст, то нужно обрезать всего-навсего одну треть от побега. То есть если побег у вас полтора метра, отрезаем 50 сантиметров, а метр оставляем от уровня почвы. И тогда куст у вас будет все время, каждый год нарастать. Если сорт позволяет высоту ему, потому что некоторые шрабы из парковой розы еще называют шрабы, шрабы достигают высоты 2-2,5 метров, а для того, чтобы вырастить такой куст, конечно же, мы должны его не сильно обрезать, но все-таки омолодеть. У всех групп роз обязательно нужно удалять старые ветки, поломанные, больные. И если есть, вот такие молодые побеги. Вот посмотрите, этот побег имеет красноватый цвет. Это молоденький побег, хороший побег, здоровый. Но как ни жаль, с ним придется расстаться. Он все равно в зиму не выживет, он погибнет. Ну а если он погибнет, то какие-то заболевания у наших роз будут обязательны. Поэтому лучше вот от этого сразу избавиться. Следующая группа роз, которую нам с вами осталось рассмотреть, это розы ветистые. Здесь сильная обрезка, конечно же, не нужна. Мы вырезаем с вами те побеги, которые отцвели, побеги, которые совсем-совсем старые, чтобы не загущать куст, и слабые, оставляя от 7 до 9 хороших мощных побегов. И после того, как мы с вами сделали обрезку розовых кустов в зависимости от группы, мы с вами обязательно поговорим о том, как правильно обработать розы перед зимой, и как их правильно укрыть. И об этом я вам расскажу в следующий раз. А сейчас до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok